всем привет народ это life короче сегодня я артём серый наша мастерская мы сегодня едем до нашего друга и будем делать столярные донса я короче подготовил небольшой эскизик сейчас серый покажет что это будет как это будет выглядеть заедем в магазин закупимся и поедем до нашего друга идика сделаем это все короче говоря примерно наш макет выглядит вот так надо надо обойти включить себя смотреть в объектив вот это в общем такая классическая столярная тема для того чтобы упростить очень много операций я сделаю таким образом чтобы она закрепнуть стала на верстак сделаю две такие опорные рейки будет упор ровной плоскости и при помощи этой штуки я буду таким образом выравнивать все наши заготовки для того чтобы можно было делать качественные штуки для того чтобы склеивать ровно щиты там подгонять соединение короче это очень полезная вещь поехали качаем руки забираем хату объектив пипец грязный почистить все погнали короче что моритвой захочу какой-нибудь нарежем коренька да нарежем вот все теперь моя очередь ты будешь вести машину смотреть за дорогой передаю эстафету все короче реклама леруа где наши бабки сейчас серый припаркует нас будем делать бизнес мы будем делать бабки я смотрю опять тикток даже смешно было бы даже реклама вывеска киевси было начал засчитывать под вывеску киевси блин все короче пригнал мир самую красивую фанеру выбрали в нашей жизни просто вот посмотри без единого сучка бам 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 и вот это прям ну в принципе мучения калины это ведь мы это может залегать на огонь и посмотрите как естественно среди обитания маленький столик сейчас он возьмет немножко клея ему будет весело напрыскаю его в пакет и буду нюхать взрывает ворощадок и еще воспользуюсь этой свечкой так ничего все короче закрываем тележку поехали до едик красота-то какая я смотрю в обильчик и отражается мой еврейский маленький взгляд такие пироги короче поедем сейчас за эдиком эдику сейчас позвоним заедем в тандыр пирос такая машина что забываешь как заправляться а потом когда вспоминаешь уже поздно и поэтому мы едем на воздухе и на электричестве я ничего не понимаю конечно и и понимать не хочу да не нашли сейчас это предвкушаю тот момент когда я буду сидеть машине ничего не делать а ты будешь заправлять тачку чтоб мы потом поехали дальше да господи какая тяжелая камера серый отдал свои последние деньги мы идем с гостинцами только для едика тут ничего нету и тут 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 по вашему приезду если честно красиво так было вообще тут все все было и меня зовут эдуард и я столяр от блога вот она картинка я ее отрисовал мы сейчас берем расчерчиваем ضак Ну работаем, столярочка. Что, каждый день наебашим? Пацанами. Ладно, давай наебашим. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас мы уточним у Эдика. Чем вы занимаетесь? Для чего вам столько дерева? Что вы из него собираетесь делать? Чем зарабатываете на жизнь? И как вам вообще с этим живется? Чем зарабатываю на жизнь, я вам не расскажу. Это секретик. История очень простая, на самом деле чуть-чуть даже примитивная. У меня есть друг Бадри Шопотти. Шопотти, который все знаем. У него чайная. И когда он переезжал в новое место, он позвал меня, говорит, чувак, слушай, блин, надо сделать барную стойку, столы, стулья, короче. Я в шоке. Денег нет. Как бы надо что-то мутить. Я говорю, да что ты, говорю, ну как, нет, есть деньги, говорит, но типа заказывать. Ну давай сами сделаем. В итоге начали сами делать. Вот. И сделали барную стойку. Вот. Инициатива была моя. Сразу первый вопрос. Чем, какие инструменты у тебя были на тот момент? А, это было смешно. Вот так, вот так. Ты еще ничем не занимаешься. Если честно, я не помню, именно какой был инструмент, но помню, что был лобзик. А, не, была циркулярная пила, я у брата взял. И были там какие-то, ну, примитивные. ПВА-клей был. Вот. Отличный инструмент. Да, я купил себе еще приблуду такую, чтобы под прямым углом засверливаться. Иначку пакетов. Вот, да. Вот. И это самое. И шканты были. Все, это, короче, струбцины были какие-то тоже беспонтовые, по-моему, дешманские. Даже не помню, какие. Вот. И мы все вот этим вот делали. Сейчас я, конечно, там есть один стол, вот, который я все мечтаю переделать. Потому что это было страшное изделие вообще. Но он там до сих пор стоит и работает, функционал свой исполняет. Ребята, вы теперь знаете стартер-пак для того, чтобы начать заниматься деревом. Лобзик, клей ПВА и струбцины. Все, вам больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Все. Какие у тебя сейчас вот следующие проекты? Что у тебя вот интересно? Вот эти, наверное, слэбики у тебя под заливочку, стол река там поливался. Ну да, хочется. Ну это, короче, я на самом деле брал, так получилось, когда ехал за одним материалом для стола реки. И прицепом не смог удержаться и купил все остальное, что попалось мне на глаза. Ну это очень знакомо. Вот, да. Я бы такой, чтобы все скупил бы там, но такого количества денег пока у меня нет. Но в дальнейшем я бы очень хотел, короче, чтобы у меня было много таких слэбов. Ну потому что это реально, оно само по себе уже красивое дерево. И чуть-чуть просто добавить своей фантазии и все будет вообще супер-пупер. Короче, слэбы это классная штука. В данный момент я сейчас делаю вообще то, что никогда не делал. Это декоративное обустройство около дома, там, территории. Заборчики. Колонны, забор там, да, такое. Вот я попозже. Это такая чисто плотницкая тема. Да, кстати. Чисто плотницкая тема. Никогда этим не занимался, но вот сейчас я этим занимаюсь. А потом у меня очень серьезный проект. Я еду в Крым. Кайфовать. Это мой любимый проект. Ну и в общем, да много на самом деле чего хочется сделать. Очень много чего хочется сделать. Видишь, я вот собираю, собираю. А вот из этого я это сделаю, из этого то сделаю. Это очень знакомо. В итоге в голове у меня это все сидит. И когда я до этого иду. Вот на данный момент вот что у тебя есть? Что бы ты хотел себе приобрести? Чего тебе не хватает в своей мастерской? Слушай, на самом деле у меня в принципе в данный момент есть все, чтобы работать. И ни в чем себе не отказывать в работе. Фуганок я видел. Фуганок. Рейсмус. Циркулярка. Внутри кита есть. Торцовка есть. Что еще? А, токарник есть. Хочется свирильный станок. Хочется еще шлифовальный станок. Хочется ленточную пилу. Много чего хочется. И на самом деле предела этому нет. И все будет. Да, и все будет, конечно, куда мы денемся. Мы хотим тебе пожелать удачи. Спасибо. Спасибо за помощь. Приходите, заказывайте у Эдика. Я вообще с удовольствием сделаю классные штуки. Вот так вот. Миро. Омно макшевая. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Спасибо!